Скажи, пожалуйста, немножечко о своем фотоаппарате, он просто очень интересный. Ну, я тут недавно организовал так называемую стереостудию. Это команда фотографов, которая занимается 3D-съемкой как фото, так и видео. Соответственно, это собственная такая разработка, основанная на двух фотоаппаратах, синхронизированных между собой. И это позволяет делать фотографии в трех измерениях. Для этого нужны специальные очки, либо 3D-телевизор. Либо в кинотеатрах, ну, по другой технологии, то это будут тоже представлены видеоролики. То есть мы занимаемся 3D-фотографией в основном, и 3D-видео, небольшие ролики тоже делаем. А вы это как в рекламе используете или просто для себя? Это коммерческая затея, вот наша стереостудия. Сейчас вот ведутся съемки для одного из лучших наших ресторанов, новых, недавно отправившихся. Ну, не знаю, не буду пока, не буду называть, не знаю, можно или нельзя. И заказы такие, как у стандартных фотографов, только расширение до третьего измерения. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Привет, девчонки. Представьтесь, пожалуйста. Ольга. Аня. Людмила. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, часто ли участвуете в подобных мероприятиях? Первый раз. Первый раз. Давно занимаешься фотографией? Вот, примерно. А почему решила поучаствовать в конкурсе? Ну, увидела конкурс, мне даже подружка одна сказала, мне захотелось попробовать. Вы познакомились уже с выставкой? Познакомились. Какие работы понравились можете вынимать? Конечно, Олины работы очень понравились. Ну, вообще, все работы красивые, очень интересные. Надеюсь, что это будет не последний раз такая выставка. Хорошо. А что вы можете сказать по поводу того, что у нас в Воронеже может быть создание школ, фотографии? Было бы очень хорошо. По крайней мере, для меня мне хочется. Мне хочется ходить на курс фотографии, в школу фотографии, повышать свой уровень. Потому что я сейчас только начала заниматься фотографией, для меня это очень интересно, мне хочется дальше учиться. А расскажите о работе своей. Какие у вас представлены и в какие моменты это было сделано? Представлены две работы. Одна номинация «Необычный Воронеж», это «Лавочка», «Гипнотическая осень». А вторая работа «Они». Как раз вот Аня на этой фотографии. Мы это делали на Москву, на Чернавском, на Волнорезе. То есть там, я не знаю, как написать фотографию, то есть там черное-белое, две стороны, да, развоение личности. Да, черное и светлое. Как вам работа в роли модели? Частую? Я часто работаю именно с Олей, вот, мне очень нравится, мне нравится, как у нее повышается уровень фотографии с года в год. И я думаю, что она достигнет хороших высоких высот. Мы верим. Хорошо. Спасибо. Тогда удачи. Спасибо. Все, спасибо вам. Спасибо. Привет, скажите, как тебя зовут? Саша. Являешься участницей конкурса? Да, конечно. Скажи, как узнала об новом курсе? Абсолютно случайно. Мне мой знакомый друг, он, кстати, общественный деятель, он посоветовал мне вступить в группу и чисто просто поинтересоваться. А часто вообще принимаешь участие в подобных мероприятиях? В последнее время, да, вот этот год, наверное, чаще всего. А когда у нас занимаешься фотографией? Уже полтора года. А ты сейчас где-то учишься на работе фотографии или сама? На самом деле сама, потому что учусь я только в художественном смысле, в плане того, что я заканчиваю художественное училище и сейчас занимаюсь чисто картинами. А планируешь дальше работать фотографией? Конечно. Более того, я, наверное, хочу с этим связать полностью свою жизнь и вообще с этим двигаться по жизни. Скажи, пожалуйста, какие работы здесь представлены тебе понравились, может быть, больше всего? Ну, если я могу показать. Ну, в общем, очень много достойных работ, яркие работы. Вот, особенно, конечно, я больше всего люблю черно-белые работы и очень много талантливых ребят. А как оценишь свои шансы на победу? Честно сказать? Я не знаю, ну, может быть. Ну, я не знаю, я думаю, я на уровне с некоторыми ребятами. Хорошо, удачи тебе тогда и лучших результатов достижения. Спасибо большое. До свидания. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Башкин Сергей. А у вас тут представлена работа, да? Да. А какие работы? Можете показать? Могу показать две работы в двух номинациях. Проходите. Вот первая моя работа. Она называется «Недикие травы». Не знаю, что навело мне такое название. Может быть, любовь к кино. А расскажи, пожалуйста, еще. В какой момент эта фотография была сделана? Просто в обычный момент. Вот сидел дома, увидел свой горшок с цветком. Я решил его сфотографировать. Все тривиально, да. Давно работаешь с фотографией? Нет, да, работаю с фотографией недавно. Может быть, порядка полугода. Вот так увлекся. Планируешь продолжать? Да, планирую продолжать. А ты сейчас учишься где-нибудь? Да. Я студент в ЭГУ биологопочленного факультета. Учусь в магистратуре. Именно поэтому такой интерес к растениям? Нет, не именно поэтому. Не знаю, как объяснить. Интерес к растениям. Меня зовут Семен. Я участник этого конкурса в номинации «Человек в городе». Хорошо. Как возникла идея отправить фотографию на этот конкурс? Я случайно наткнулся в ВКонтакте на группу этого конкурса «Яркий Воронеж». Ну и стараюсь участвовать во всех фотоконкурсах. А часто участвуешь? Ну, раз, третий примерно. Хорошо. А как вообще ты оцениваешь свои шансы на победу в этом конкурсе? Ну, я уже рад тому, что я просто участвую в самой выставке. Что среди 400 работ примерно я попал в сотню. Расскажи о своей работе. Могу показать. Показывай. С той стороны. С той стороны? Вот она. А вот расскажи, работа на самом деле очень интересная. В какой момент? Это постановочная фотография? Постановочная. И как люди смотрели? Потому что образ очень такой яркий и необычный. Люди на улицах довольно-таки неслабо пугались, когда видели человека с шприцом, с красной жидкостью внутри. А кто модель? Подруга моя, одноклассница бывшая. Ее не спутал такой образ, или она была инициатором? Нет, инициатором я был. Это полностью моя идея. И она была за. Она всегда меня поддерживает в таких начинаниях. А в каком жанре обычно делаешь фотографии? Ну, просто модели позируют. Меня сам придумают тематику. Его заставляю их позировать. Ну, не в репортаже. Ну, в репортаже реже. А больше вот такое все постановочное. Хорошо. Все, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Удачи. Спасибо. Сася, пожалуйста. Меня зовут Дюжева Инна. Ну, моя работа это лилии. Я сняла их возле дома. Их мама выращивала. А я вот однажды вечерком их сняла. Ну, и решила на конкурс отправить. А почему именно эту работу? Не знаю. Просто дело в том, как нам преподаватель говорил, у которого я училась, что два предмета вообще не сочетаются никогда. Ну, вот я попробовала две лилии, мне показалось, что вроде даже неплохо. А на кого ты учишься? Программист. Интересный у вас. Расскажи, пожалуйста, в каких жанрах чаще всего работаешь вообще с фотографией? Ну, чаще всего это портрет. То есть это необычный опыт для тебя был? Да, цветы. Я вообще снимаю череп, мне кажется, они у меня даже не получаются. Но вот я всегда снимаю портреты, а это вот цветы попробовала маме подарок сделать. А как узнала об этом конкурсе? Я на Большом Воронежском форуме была, и мне ребята сказали, попробуй, поучаствуй. А было без 15-12, уже последний день, сказал, ну 15 минут осталось, я не успею ничего отправить. Ну и интернет медленный, но потом попробовала, за 15 минут все загрузилось даже быстрее. Моя работа, наверное, самая последняя пришла. Хорошо, а какие работы из других участников тебе понравились, может быть, зацепили? Больше всего мне понравилось вот с той стороны, там вот такая вот загогуленка и со скамейкой. Мне вот перспектива очень понравилась. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...